Рудник Рядом с ней Которая находится И вот Ко говорится Символ этого рудника Это была вот эта Шахта Родина При сдаче ее в эксплуатацию В 1972 году Она по добыче угля Была Самая большая В Советском Союзе получается Так как она До 70% руды добываемой Приходилось С этой шахты Потому что Вместимость железа В ней более До 60% Входит в нее Но сейчас она уже В частные руки перешла Уже с нее Даже избиты названия Родина Когда Ввели ее в эксплуатацию То благодаря ей Город Очень имел Больший доход Даже это сказалось На нашей 32-й школе Также В 1972 году У нас в школе Был построен Большой стадион Спортзал Большой Тир Очень хорошая Была 32-я Средняя школа Номер 32 За эту шахту Очень скандальный Был Такой Или скандал Можно сказать В 1980 году Когда Поставляли Руду В Японию Японцы Обнаружили В нашей Руде Сильно Большой Вместимость Золота И других Драгоценных Металлов И Японцы Решили Создать Здесь Свою линию Но В связи с этим Что они Обнаружили Сильно Много Драгоценного Металла Здесь В этой Руде Поставки Руды Были Прекращены В Японию Ну а Сейчас Мы поедем До нашей 32-й школы Короче Посмотрим Что там Сейчас Делается Как видим Дальнейшая Судьба Этой Шахты Уже Сейчас Она Рассматривается Вопрос О продаже Ее Французам Но Больше всего Что эту Шахту Покупать Будут Индус Метилстил Так как Он Выкупил У нас Знаменитую Криворожсталь И Закупит И тоже Эту Шахту Родина Зни Глубина Ствола В ней Полтора Километра Или как Разговори о шахтах Не говорят Километры А говорят Полторы тысячи Метров Добыча Руды Происходит На уровне 1300 И Должно Быть Еще Сделано Здесь Два ствола По добыче Угля Эта шахта Построена На бывшем Руднике Здесь Рудник Был Еще Руда Началась Добываться В 1886 Году Рудник Юлии Шмаковой Был И вот На месте Этого Рудника Это Получается Уже Скоро 150 лет Как добывают Руду В нашем Городе Именно В этом Районе Даже Станция Шмакова Называется Исходя Из Рудника Как Рудник Назывался Так и Станция Шмакова Называется Ну вот Вкратце Такая История За нашу Шахту Сейчас Поедем К нашей Школе 32 Посмотрим Что Сейчас В ней Там Делается Вот Такой Дворец Бракосочетаний Тоже Был Открыт В 1973 Году По-моему Вот Здесь Еще Фонтан Был С Подсветкой А музыкальный Фонтан Тогда Модно Было Светомузыка Была Красиво Все Но Сейчас Уже Нету Такого Все Заброшено Все Закрыто Так Мы Сейчас Находимся На улице Павлика Морозова Вот Это Бывший Магазин Культовары Сейчас Уже Неизвестно Что За Магазин Став Вот Это Улица Павлика Морозова А Вот Это Наш Проход Сюда Что Мы В школу Ходили Вернее Со школы Бегали Сюда Культовары Значки Покупали Вот По этому Мостику А Также Местные Кто Жил На Карлолипних Те Ученики Ученицы Вот Сюда Мы Хотели Действительно Кажется Вот Это Дерево Даже Здесь Росло Но Это Уже Прошло Лет До Лет Вот Этот Мостик И Через Мостик Там По Прямой Еще Сохранился И дома Те же Самые Выходим Вот так Аж Сюда Проходится Эта Улица Так Сейчас Подъедем Вот Такая Сейчас 32 Школа Средняя Школа Номер 32 Вот Это Здесь Мастерские Были Сейчас Гаражи Это Это У нас Была Здесь Деревянная Мастерская Дальше Железная Мастерская Дальше Тир Тут Пристройку Сделали Какую-то Я думаю Это Столовку Пристроили Вот Такая Школа Имеет Вид Сейчас Здравствуйте Здравствуйте Можно Можно Зайти Чего Ты тут Учився В школе Нет У нас Карантин Я не могу Я понял Хорошо А сейчас Здесь Получается Центр Или Как По-простому Называется Приют Приют Для Детей Что-то Нет Тут Ребилитационный Центр Тут дети Не живут Тут Держат Три Месяца И Все И На Выписку Да Потом Рассилают По Деддомам Или Что-то Понятно Это Мы Учились Тут Я В 75 Году Закончил Школу Там Машина Там Стоит Просто Думал Зайти Это Я Тут Рассказываю Мастерская Одна Вторая Тир Тут Построенный Большой Спортзал Ну Я же Курсы Делать Проручился Тут Доброе Все Спасибо До встречи Как вас звать Олег Все Моя Саша Доброе Спасибо вам Большое Ну Все Вот Мы Договорились Карантин Кончится Приедем Снимем Второй Раз Школу Вот Двор Это Центральный Вход Видно Спортзал Да Такое Оно Имеет Вид Сейчас Вот Такая Школа Ну Все Всем Передаю Привет Ледна Бондарь Хабаровск Привет Рупенко Люда Таллин Юлия Олейник Огиенко Анатоль Люда Кабатюк Кировоград Раиса Ивановна Фамилию Забыл Тоже Из Кировограда Так Дяченко Серега Мирошниченко Валя Шахтарь Яблонска Таня Так Кто там С наших Еще Таранущенко Валюха Всем всего доброго Берегите себя Все у нас Будет хорошо Вспомним Школу Вспомним Как жили А также Для некоторых Невыученный Урок Жизненный Урок Все Всем всего доброго Всем пока До скорой встречи После карантина Встретимся Опять возле школы Так Ну и покуда Сегодня Красный день Календаря 7 ноября Всех поздравляю С праздником Кто празднует Раньше мы выросли На этих праздниках Желаю всем крепкого здоровья Всем всего доброго Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok